здравствуйте дорогие подписчики и друзья мои посмотрела я на своем канале у меня получается два видео набрали больше всего просмотров это разоблачение цифровых художников рисующих стиле реализм и как русифицировать coral painter как русифицировать coral painter 2020 я записала в 2019 году ну как бы это не слишком много за два года просмотров но все же я так поняла что многим многие интересуются этой темой и для того чтобы на тот момент когда записывала видео я еще не обладала файлом вернее программой который русифицирует coral painter в последующем я нашла такую программку которая русифицирует coral painter и довольно таки неплохо но только для 20 для версии 2020 сейчас я вам покажу как это делается и оставлю ссылочку на скачивание этого файла в моем телеграм-канале так сейчас где у меня мой coral painter вот coral painter папочка и вот русификатор вот нажимаем просто на русификацию вот он спрашивает даем разрешение выберите язык выбрали русский нажимаем принимаю далее 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 он спрашивает какую папочку оставил оставляем все как есть далее все вот она существует все равно установить да он сравнивают версию программы так небольшой конфуз короче есть у меня есть русификатор для версии 20 00 256 и 21 0 285 сейчас у меня стоит 21 0 285 поэтому он пишет что русификатор не подойдет пишем окей нажимаем отмену на и вот я выбрала просто не тот вот русификатор я выложу два русификатора смотря у кого какая версия поскольку он у меня уже установлен он у меня спрашивает вы хотите удалить то есть таким образом эта программа работает в два направления то есть сначала она его устанавливает а потом удаляет ну давайте удалим сейчас посмотрите как она удалится все удалилась теперь откроем coral painter чтобы убедиться что он не русифицированный ну заодно посмотрите хорошо ли работает этот русификатор удаляется ли он после после установки и не портит ли он программу ну вот мы видим что программа на английском языке все документ нажимаем например окей все 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 меню на английском языке можете убедиться вот теперь закроем программу и установим русификатор то есть на ту же сам на тот же самый файл мы нажимаем подтверждаем даем разрешение используем русский язык принимаем условия соглашения далее далее нажимаем тут тоже ничего не меняем вот он спрашивает уже существует установить в эту папку да он показывает что версия программы совпадает с версией русификатора нажимаем ok нажимаем установить все буквально вот пару секунд установилась завершить теперь мы открываем coral painter и вот видим все на русском языке только вот это первое первое окно она на английском языке делаем документ люблю в квадратах рисовать для инстаграм очень хорошо все вот видите все все меню все это самое все окна все русифицировано панели все кисточки все как мое быть ну это по-белорусски такое как должно быть единственный единственный спасибо кто-то мне пишет что рисунок красивый единственное что все работает корректно только вот здесь вот кнопочка смешивания она немножко получается налазить на растекание то есть мы не можем вот это окошечко попасть и но для этого мы просто нажимаем смешивание можно вот панель смешивания отдельно открепить его и все чтобы сюда вот не лазить а пользоваться вот этими вот слайдерами кстати для вас еще для пользователей coral painter я подскажу один такой ну это не лайфхак не лайфхак лайфхак у меня такая привычка говорить лайфхак короче я все долгое время не могла понять почему у меня как-то очень плохо ну то есть не так как бы мне хотелось смешиваются вот например смешивающие смешиваются цвета сейчас я вам покажу одну настройку которая вообще просто я когда до нее докопалась ну и поняла в чем дело вот эта настройка она не вынесена сюда вот на этот самый здесь есть растекание но самая самая главная считаю настройка после растекания это например возьмем какие акриловые например или какие боже тут столько же кистей уж сами знаете ну например быстрые изысканные вот вы же знаете что каждую кисточку можно настроить так чтобы она и смешивала заодно например брестолка колор сейчас мы сейчас я вам покажу вот вот как они смешиваются цвета и в некоторых случаях получается что боже мне хочется чтобы они вот прямо так вот хорошо смешивались а они как-то немножко ну не так как бы хотелось так вот на это на этот параметр чтобы смешивание влияет вот это вот вот этот вот параметр высушивание он везде стоит практически вот на 220 до конца если мы сделаем его я где-то делаю всегда на 300 чем-то и вот тогда посмотрите совсем другое дело цвета смешиваются более плавно то есть они этот параметр не дает высыхать до того как смешиваются цвета например возьмем простую вообще кисточку быстрые простые любую ну вот flat color да вот она не смешивает вообще ничего теперь мы берем так повторное насыщение ставим где-то наполовину и вот теперь так высушивание повторное насыщение совсем немножко а растекание растекание до конца и вот сейчас оно будет смешиваться так как нам нужно вот видите без этих переходов ну короче сами посмотрите поиграйте вот с этим вот параметром параметром количество краски количество вернее скорость высушивания он очень сильно улучшает кисти которые вот уже есть здесь по умолчанию так растекание насыщение чуть больше поставим вот видите количество когда меньше ста оно вообще почти почти не берет краску ну вот я же говорю где-то на 300 и вот тогда вот они смешиваются намного лучше пользуйтесь вот видите все 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 меню все на этом самом на русском языке везде русский язык то есть не надо уже мучиться как я тогда мучилась с этими панелями придумыванием панелей там и так далее вот все эффекты все переведено отлично единственное же говорю что вот этот вот значок он залазит на вот эту вот панельку растекания причем это не только вот в этом макете оно в любых макетах переключу макет вот он все так что выход из этого вы поняли панельку выносим она маленькая должна мешать чтобы отключить вот эти показатели аукционные убираем я всегда убираю здесь вообще странный для концепта ну зачем кому то такой вот ну хотя может быть если вниз его опустить может быть это имеет смысл ну тогда она пол листа загораживает ну короче вы поняли да спасибо за внимание если есть какие то вопросы по курал пэнтеру пишите я всегда стараюсь отвечать всем что до встречи мои хорошие вот этот файлик я опубликую на своем канале telegram у меня есть каналчик называется все курал пэнтер и не только вот здесь я иногда свои там лапсы выкидываю какие то из сети картинки вот эти 20 курал пэнтер 21 2021 так и не нашла я русификатора так что кто хочет это самое тот пользует кто хочет на русском тот пользуйтесь 20 версии там не не так уж и много изменений в 21 единственное что кисти вот кстати так вот вот он у меня курал пэнтер 20 20 при активной а русификатора тут наверное не выложила хорошо я сейчас выложу сюда русификатор так что заходите заходите на мой канал подписывайтесь и пользуйтесь всем всем хорошего дня настроения весны в душе от людей творческих успехов от души душевной в душу как у нас говорят все спасибо за внимание до свидания до свидания пока 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 пока